Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. 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 Отмечая благоразумие Господа, Он ничего не сказал Марфе, прежде чем от нее получил повод к упреку. Когда же она покусилась отвлечь свою сестру от слушания, тогда Господь, воспользовавшись поводом, упрекает ее. Ибо гостеприимство дотоле похвально, доколе оно не отвлекает и не отводит нас от того, что более нужно. Когда же оно нам начнет препятствовать важнейших предметах, тогда довольно предпочесть Ему слушание о божественных предметах. Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостеприимство, но разнообразие и суетность, то есть развлечение и смущение. Для чего, говорит Марфа, ты заботишься и печешься о многом, то есть развлекаешься, беспокоишься? Мы имеем нужду в том только, чтобы сколько-нибудь поесть, а не в разнообразии ясто. Иные слова «одно только нужно» разумели не о пище, но о внимании к учению. Итак, сими словами Господь научает апостолов, чтобы, когда они войдут в чей-либо дом, не требовали ничего роскошного, но довольствовались простым, не заботясь более ни о чем, как о внимании к учению. Пожалуй, разумей под Марфой деятельную добродетель. А под Марией созерцание. Деятельная добродетель имеет развлечение и беспокойство, а созерцание, став господином над страстями, ибо Мария значит госпожа, упражняется в одном рассмотрении божественных изречений и судеб. Обрати внимание и на слова «села у ног Иисуса и слушала Слово Его». Под ногами можно разуметь деятельный добродетель, ибо они означают движение и хождение, а сидение есть знак неподвижности. Итак, кто сядет при ногах Иисусовых, то есть кто утвердится в деятельной добродетели и через подражание хождению и жизни Иисусу укрепится в ней, тот после сего доходит до слышания божественных речений и до созерцания. Итак, если ты можешь, восходи на степень Марии через господство над страстями и стремление к созерцанию. Если же это невозможно для тебя, будь Марфой, прилежи деятельной стороне и через то принимай Христа. «Приметь сие, которое не отнимется у нее». Подвязающийся в делах имеет нечто такое, что отнимается у него, то есть заботы и развлечения. Ибо достигший до созерцания, он освобождается от развлечений и суетности, и таким образом у него нечто отнимается. А подвязающийся в созерцании никогда не лишается сей благой части, то есть созерцания. Ибо в чем больше он будет успевать, когда достиг самого высшего, разумею, созерцания Бога, что равно обожению? Ибо кто удостоился зреть Бога, тот становится Богом, так как подобное объемлется подобным. Тогда, как фарисеи и книжники порочат чудеса Господа, жена, лицо бесхитростное и простое, прославляет Его. Где те, кои говорят, что Господь явился призрачным? Ибо вот свидетельство, что Он и сосцами питался. А Он ублажает тех, кои соблюдают Слово Божие. Впрочем, отнюдь не с тем, чтобы мать свою лишить ублажения, но с тем, чтобы показать, что и она не получила бы никакой пользы от того, что родила Его и питала сосцами, если бы не имела всех прочих добродетелей. Говорит это вместе и потому, что сказано идет ко времени. Поскольку завидующие Ему и не слушающие Слов Его поносили слушающих, то Он, вопреки им, особенно ублажает слушающих. Может быть, Он говорит это и ради исцеленного глухого, чтобы и Он, выслушав Слово, соблюдал Оное, чтобы дарованная Ему способность слышать не послужила Ему в осуждении.